Привет, Вики! Да, вы с Машкой уже собрались? Всё хорошо, да, мама должна была сделать. Сейчас уточню и к вам. Давайте, подождите меня. Даша, ничего себе резиночка! И куда ты хочешь её вставить? Неужели это у тебя такой размер? Саша, ты что, обалдел? Да нет, Даш, не обижайся, просто я вижу, что резинка очень большая. Только не говори, что это мне в шорты такая. Ха-ха, да да, кстати, это от твоих шорт. Вот, решила ещё увеличить. Ты жаловался, что они тебе малы. Мам, мам, ты мне резиночку сделала? Ну, Даша, ну шутница, чуть проверять не пошёл, а? Ха-ха, да, Катя, сделала, держи. Катя, а зачем тебе такая резинка? Что ты будешь с ней делать? Пап, мы с ребятами на площадке будем играть в резиночку. Даша, купи Кате бадминтон или мяч, я не знаю. Они резинкой играть собрались. Ха-ха, Катя, вы ничего не понимаешь, это игра такая. Я в детстве, ой, на каждой перемене играли в неё, и сейчас она вроде как возвращается. Беги, Кать, конечно, это и физическая активность, и свежий воздух на природе. Скачите. О, а кто куда поскакал? А можно я тоже? Я устал играть уже. Макс, нет, ни в коем случае, только не со мной, я тебя гулять не беру. Привязался опять ко мне за хвост. Кать, Кать, ну что, тебе жалко, что ли? Можно я с тобой пойду играть? Я тоже хочу. А зачем тебе резинка? А что вы будете делать? Кого-то привязывать? Давайте я вам помогу. Вот-вот, тебе лишь бы кого-нибудь привязать да замочить. Не будем мы с тобой играть. Ну и ладно. Жадина, говядина, а куда вы пойдёте? На площадку? На площадку, на площадку, тебе не обязательно знать. Ну и ладно. На площадке бесплатно всем можно гулять. Поэтому я буду рядышком. Ну, не с вами, так не с вами. Погуляю отдельно, только там же. Ха-ха. Ну что, вместе пойдём или отдельно? Макс, позвони своим друзьям и иди с ними в футбол играть. Ну или ещё куда-то. Я не хочу в футбол. Всё, хватит болтать. Пойдём давай гулять. Ну вот почему так всегда? Ну что, Влад, Машка готовы? Я начинаю. Готовы, ага. Давай. Первый раунд. Я следующая, если что. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага, вот вы где все. Думали спрячетесь? Возьмите меня. Я тоже хочу попрыгать. Макс, вообще-то я следующая. Ты, если только после меня. И это не честно. Макс, ты не играешь. А мы когда будем прыгать тогда? Да вот заладили со своей резиночкой. Слушай, Влад, а ты-то чё как девкой сюда встал? Пойдём лучше поиграем. Макс, я вообще-то уже играю. Но это же девчачья занятия. Влад, не отвлекайся. Поднимай резиночку. Выше нужно теперь до колена. Ой, да-да, Кать, сейчас. Ну и чё мне тут делать? Пришёл погулять, а заняться нечем. Слушай, Влад, Влад. А, что, Макс? Смотрите, надо. Ай! Ой, девочки, простите. Я забыла, что я в резиночке натянут. Всё, больше не отвлекайся. Макс, иди отсюда. Кать, ну можно я с вами поиграю в резиночку, а? Кать, да разреши ты ему. Он не даст нам нормально поиграть. Ну ладно, хорошо. Ты после нас всех тогда. О, спасибо, Кать. Отлично. Я тогда жду. А долго ждать? Ну вот смотри, Макс, сейчас Катя пропрыгает. Если ошибётся, то следующее я. Потом я выполняю всякие задания. Потом встаёт кто-нибудь. Машка, по-моему. Вот. Если Машка ошибается, встаёт Влад. Если Влад ошибается, тогда уже твоя очередь начинается. Это ничего себе, это сколько ждать-то надо? А, ну хотя, если все быстро ошибутся, значит я буду очень быстро следующей скоро. Так. О, камушек. Он-то мне и пригодится. Раз, два, три. Раз, два, три. Всё, поднимайте ещё выше, прям по пояс. Ого-го себе. Посмотрим, смогу ли я справиться. Раз, два, три. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кать, ты чё? Сразу бы сказала, что высоко. Влад, я нормально бы пропрыгала. Здесь откуда-то камень этот взялся. Ничего не знаю, я следующая. Давайте отпускайте сначала ниже колена. О, ну вот так я побыстрее начну играть. А то не дождёшься тут вас. Макс, это ты что ли сделал? Нет, ты нарушаешь правила игры. Играть ты с нами не будешь. Я вообще-то сильно ударилась. Ну и ладно, эти ваши правила. Пока ждёшь, я уже состарюсь. Не буду с вами играть тогда. Ну и ладно, больно и надо. Игрушки, эти резиночки. Чё-нибудь нормально бы поиграли, вот другое дело. А это не игра для меня была. Ну и пусть, ну и пусть обижаются там. А я, я не обиделся. Не-не-не, а чё мне обижаться? Ну и взяли играть. Ну и ладно. О, это чё такое? Горшочек-порошочек. Ха-ха. Унитаз с конфетами что ли? А если я его сейчас куплю, все побегут ко мне пробовать эту штуковину. И перестанут играть свою резиночку. А там потом я придумаю какую-нибудь игру. Ага. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, сколько стоит горшочек-порошочек, а? Здравствуйте. Горшочек-порошочек стоит 180 рублей штучка. О, отлично. У меня как раз 200 рублей. Пробейте мне штучку. Спасибо. Ещё 20 рублей осталось. Можно в автомате игрушку попробовать выиграть. Не, потом. А так всё и сразу же сразу. Ну пойдём, горшочек-порошочек. Сейчас мы поиграем. Так, до колена подняли? Давайте я начинаю. Раз, два, три. Горшочек-порошочек. Унитазик с конфетками. Так, посмотрим, что у тебя внутри. А, вот почему порошочек. Вон там этот кислый порошок. И надо, получается, мыкать вот эту сладкую конфету туда. И будет очень вкусная штуковина. И, ребят, смотрите, что у меня есть. Горшочек-порошочек. Унитазик с конфетами. Будете? Макс, опять ты? Ну дайте нам поиграть спокойно. Откуда ты взял этот унитаз? С помойки? Ай, да с какой ещё помойки? Я в магазине купил. Это горшочек-порошочек, унитазик с конфетками. Ну смотри, там порошок, надо в него мыкать конфету. Хочешь попробовать? Я поделюсь с тобой по-братски. Ого, здорово, покажите мне. Хо, и правда, настоящий унитаз. А это точно съедобно? Ты нас обманываешь? Да ничего я вас не обманываю, я могу чек из магазина показать. Там ещё такие унитазики есть, если надо. 180 рублей стоит. Слушай, Машка, я выйду пока тогда, посмотрю, что за штуковина. Точно, огромный чупа-чупс. Какой-то порошок в унитазе. Макс, слушай, дай мне попробовать, а? Не, не, я следующий я. Так, ребят, а прыгать-то кто будет? Я одна здесь, что ли? Ну-ка, забирайте свою резиночку. Я тоже хочу посмотреть, что там за унитазики. Ух ты, круто, Макс, дай мне тоже попробовать, я тоже хочу. Ну, Макс, всё-таки сломал мне всю игру и переманил всех друзей. Своей сладкой конфетти. Ну-ну. Кому теперь нужна эта резиночка? Кажется, я кое-что придумала. Макс, иди-ка сюда. Хочешь конфету попробовать? Хочешь? Ну так давай подходи, твоя очередь. Нет, Макс, я хотела тебе кое-что показать. Подходи поближе. Чего, Кать? Вот, смотри, резиночка. Надень её на руку, пожалуйста. Ну, Кать, а зачем это? Ты хочешь меня научить резиночку играть? Давай тогда мы сейчас конфету съедим, а потом ты мне всё расскажешь. Возьмёте меня, а? Кать, Кать, развяжи, пожалуйста. Я больше так не буду. Ну, что я тебе сделал? Что ты сделал? А ты сам не знаешь? Вот и сиди теперь так, играй. Резиночку сколько влезет. А мы пока конфету твою съедим. Ты же её нам принёс? Я так нечестно. Эй, Кать. Кать, ну развяжи, так неудобно. Серьёзно, что ли? А мне, Макс, неудобно, когда ты всё время лезешь в мои с друзьями игры. Почему ты не можешь погулять со своими друзьями, а? Кать, да я просто поиграть с вами хотел. А со своими я вчера, это, поссорился. Поссорился? Опять, наверное, навыпендривался, навыпендривался и ничего не сделал. Вот и поссорился. Нужно отвечать за свои слова и поступки. Так у тебя никогда не будет друзей. А если будешь так у меня себя вести, то и у меня тоже. Давай, Макс, я тебя развяжу. Только ты обещаешь мне, что будем жить дружно. И если я тебе сказала, что сегодня я гуляю без тебя, значит сегодня я гуляю без тебя. Ладно, я всё понял, развязывай давай. Если у тебя какой-то форс-мажор, ну вот, например, поссорился, а со всеми погулять хочется. Подходишь нормально, объясняешь всё и просишь. И тогда идём вместе куда-нибудь. Договорились, Макс? А не так, что ты встреёшь в игры и портишь всё. Ладно, ладно, я понял, Кать. Я сейчас подумал, если бы ты всё время со мной ползала с моими друзьями гулять, я бы тоже тебя никуда не брал. Хе-хе, всё, до меня дошло. Развязывай давай. Ну наконец-то, а то как до утки на седьмые сутки. Давай я тебя развяжу и, как ты обещал, угостишь нас всех конфетой. А потом продолжим играть в резиночку, а я объясню тебе правила. Кать, договорились. Ну что, ребята, вот такая история. Хе-хе, а вы тоже, если у вас есть младший брат или сестрёнка, всё время ходите с ним гулять. Вам даже нравится? Во, Кать, слышала? Дружнее надо быть дружнее, Кать. Я сейчас кого-то развязывать передумаю. Если бы у других были тоже такие вредные братья, они бы тоже не хотели с ними гулять. Меняй свой вредный характер. Кстати, давай-ка приветы быстро передадим, а потом за конфеты. Ребят, пока не ешьте без нас, мы быстро. Приветик. Приветик. Приветик, Зара. Приветик, Галыму, Саконе и Ози. Приветик, Кира. Приветик, Милана. Приветик, Котик-Шмотик. Приветик, Айтурган. Приветик, Малика. Приветик, София. Приветик, Вика. Да где? Где там эта бумажка-то? Нету что ли? А в коробке? А, тоже нет бумаги. Отлично присел. И что мне теперь делать? Мам, у нас бумажка закончилась. Совсем. А она мне очень нужна. Прямо сейчас. Точно, вчера совсем забыла про бумагу. Ходила же в магазин. Вылетела из головы. Ладно, Макс, сейчас бегаю. Посиди там. Мам, а может что-нибудь еще придумаешь? Я знаю, как долго ты ходишь в магазин. Мне что тут сидеть? До вечера? Быстренько сейчас бегаю. Ладно, жду тогда. Катя, Катя, принеси мне планшет, а то тут скучно. Планшет? Туалет? Отлично. Тебе надо, ты иди. Катя, я не могу. Тут бумажка закончилась. Мама пошла в магазин. Ладно, сейчас принесу. Встречай там. Сейчас на дверь положу. О, отлично. Спасибо, Кать. О, так я вчера новую игру скачал. О, сейчас и поиграю. Мам, мам, а возьми меня в магазин с собой, пожалуйста. Я конфетку хочу. Помнишь, ты мне вчера обещала и так и не купила? Ладно, ладно, Дарик, пойдем скорее. А, фу, это что ты нацепил-то? Это я сам сделал. Маска Хаги-Ваги. Здорово, правда? Мам, ты здорово напугал, да. Давай снимай. В ней в магазин не пойдешь. Мама, ну можно в маске, пожалуйста. Вот уж, господи, с утра-то пораньше. Ладно, пойдем скорее. Ну и где тут живет эта туалетная бумага? Даник, подожди здесь. Я сейчас быстро сбегаю, поищу ее по магазину. Ой, привет, мальчик. Ты случайно не видел мою маму? О, привет, девочка. Не, не видел. А ты тоже в какой-то маске, да? Сам ты маска. Это костюм Малефисенты. А у тебя что такое на лице? У меня маска Хаги-Ваги. И маму я твою, к сожалению, не видел. Где ты видела ее последний раз? Я засмотрелась на киндер-сюрпризы, стояла у кассы. Потом повернулась, а мамы уже нету. Куда ты ушла? Я уже полчаса ее ищу. Не знаю. Сейчас мама моя придет, она может сможет тебе помочь. Фух, последнюю коробку еле урвала. Какой-то бум на туалетную бумагу прям. Как все разом. Она понадобилась. Да, Нек, а что ты тут сделаешь? Садись на свою сиденьку, а? Все, мы поехали. Мам, как поехали? А конфетку, конфетку. Ой, кстати, мама, познакомься. Я тут девочку нашел, а она маму потеряла. Здравствуйте, вы не видели мою маму? Твою маму? Ой. Ай, нет, не видела. А как выглядит твоя мама? Как-как? Она похожа на меня, только большая и красивая. Тебя, говоришь, похожа? Никогда бы не подумала, а что, Малефисенты реально существуют, что ли? Это же вроде персонаж фильма. Извините, пожалуйста. Тут ребенок у вас в магазине, он маму потерял. Вы об этом что-нибудь знаете? Ребенок? Маму потерял? Нет, никто не обращался по поиску у ребенка. Приведите ее сюда. Я, может, вспомню ее родителя. Здравствуйте, вот она я, я маму потеряла. Я последний раз на кассе стояла, на киндер смотрела, а она куда-то подевалась. Да-да, еще она говорит, что мама похожа на нее, только большая. Нет, вы знаете, в таком наряде и в таком виде, чтобы похожие были, у меня на кассе никого не было. Не знаю. Откуда ты взялась, девочка? Откуда, откуда я с мамой пришла в магазин? А потом она куда-то делась. Э-э-э, что я буду тут делать одна? Я боюсь. Мам, мы же ее здесь не бросим, давай возьмем ее к себе домой, а там и маму ее разыщем. К нам домой? Да, Аник, ну не знаю, она такая специфическая. Я даже не знаю, как с ней общаться. А еще вдруг мама спохватится и прибежит в магазин, а мы ее уже, считай, украли. Малышка, ты случайно не помнишь свой домашний адрес? Улицу или дом, или номер телефона мамы? Улица? Улица у нас такая красивая. Дом рядом с дорогой большой. По ней все время ездят машины и трактора, я за ними смотрю. Этаж у нас пятый, это я помню, потому что подниматься не люблю. Очень высоко, а лифта нету. А мамин телефон, там что-то 7 плюс 9, 28, а дальше не помню. Да, ну пятиэтажек. С видом на дорогу у нас полгорода. И телефона не знаешь. А вдруг с ее мамой что-то случилось? Не могла же она ее просто так в магазине оставить? Ладно, малышка, пойдем к нам домой, будем заниматься поиском твоей мамы. Извините, пожалуйста, я вам сейчас оставлю наш адрес и мой телефон. Если ее мама придет в магазин ее искать, скажете, что мы ее взяли к себе домой, хорошо? Да, ладно, хорошо. Поехали, будет весело. Спасибо вам. Кать, Кать, а мама не пришла еще? Может ты ей позвонишь? Я уже тут всю пятую точку сидел. Макс, давай я тебе дам газетки в конце концов. Нет, спасибо, чтоб мне на попе буквы отпечатались. Маму подожду. Ну так и сиди, не нравятся мои варианты. А мама еще не пришла. Не знаю, задерживается что-то. Как бы чего ни случилось. Макс, ты еще здесь? На, держи бумажку. Ура, ну наконец-то. А что вы так долго, мам? Ой, ты не поверишь. Там девочка какая-то потерялась в магазине. Не может найти свою маму. Ну вот мы так подумали. Оставили свои координаты продавцу, а девочку забрали себе. Она такая интересная. В костюме Малефисента, представляешь? Ого. Так может это ее дочка. Настоящая Малефисента. Вот было бы здорово, если бы они у нас дома обе побывали. Нет, Макс, спасибо, не нам, нету этих фэнтези. Мне кажется, это просто у нее костюм. Но смотрелась в фильмах, вот и ходят теперь везде в нем. Да, никто же учудил. Маски Хагиваги пошел. Ладно, некогда, нужно искать ее родителей. Так, срочно. Нашли девочку в магазине. Внешне в костюме Малефисенты. Очень на нее похоже. Ищем маму. А сними эту шапку. Я хочу посмотреть на тебя без нее. Не, я ее уже год не снимаю. Год? А как же ты моешь волосы? У тебя там что? У меня там была короткая стрижка. А сейчас не знаю. Мама тоже постоянно просит, чтобы я уже сняла этот костюм. А я хочу быть похожей на Малефисенту. И вырасти, как она. Мам, мам. Ого, у нас гости? Хо-хо. Какая прикольная девочка. Ты куда, на маскарад? Вот заладили, постоянно все меня это спрашивают. Не на маскарад я. Я всегда так одета. Я Малефисента, ясно? Какая дерзкая девочка. Ясно, ясно. А что тебе понравилось в роли Малефисенты? Ты что хочешь? Чтобы как она? Тем, как в фильме? Но это не бывает такого. Это же фильм все. И мама мне все время так говорит. А я говорю, бывает это все. Это правда все, что по телевизору показывают. Да ну ты что? Нет, есть же выдумка, ложь, мультики, сказки, фильмы, фантастика. Этого не бывает. Вот я в маске Хаги-Ваги. Ты думаешь, я что, Хаги-Ваги потом стану? Нет, я останусь мальчиком Таником. Так и ты. Если с ними же этот костюм, будешь вполне себе симпатичной девочкой. А, кстати, еще бы не мешало смыть эту косметику. Мне нужно сделать твое фото. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Так, фоткайте. Мама меня в таком виде знает. Ты понимаешь, я не хочу тебя расстраивать. Но если с твоей мамой что-то случилось, нужно, чтобы как можно больше родственников тебя узнали. А они тебя видели без этого костюма. У тебя лицо-то плохо видно из-за косметики. Мы не сможем найти твоих родственников тогда. Сиди в костюме. Отведем тебя в полицию. Никто меня не узнает? С мамочкой что-то случилось? В какую полицию? Я не хочу в полицию. Ладно, иди показывай ванну. Я сниму эту маску и умоюсь. Только ради того, чтобы найти свою маму у родственников. Ну вот, отлично, иди. Пойдем, я тебе помогу. Ну вот, смотри, какая ты на самом деле красавица. А одеваешь эту дурацкую маску. Ну, посмотри в зеркальце. Ой, так непривычно. Это что, я что ли? Ой, а волосы совсем и не выросли. Да под такой резиновой маской ничего не вырастет. Если ты хочешь красивые волосы, нужно, чтобы голова была всегда на воздухе, а не резиной закрыта. Это еще хорошо, что у тебя там никаких болячек не завелось кожных. Постоянно в резине. Пообещай мне, что больше никогда не оденешь эту дурацкую маску. И пойдем фоткаться, чтобы найти твою маму. Ну а как же? Я так хотела стать Малефисентой. А без этой маски я на нее совсем не похожа. Тебе нужно стать собой. Не обязательно кого-то копировать. Ты сама у себя есть самая лучшая. Может, ты станешь даже круче Малефисентой. Что ты на ней зациклилась? Круче Малефисентой? Ой, я что-то об этом не подумала. Бежим скорее искать мою маму. Я готова, фоткайте. Ух ты, какая ты на самом деле красивая. Я тоже сниму эту страшную маску. Я тут что-то подумал. Не хочу я уже быть этим страшным Хаги-Ваги. Я хочу быть супергероем Даником. Лена, приходи, все получилось. Все как и планировали. Слушай, малышка, я нашла твою маму. Она только что мне написала. Через минут 15 будет уже у нас. Ух ты, круто. Как быстро. Спасибо вам большое. Я так по ней уже соскучилась. Даша, привет. Спасибо вам огромное. Привет, доченька. А вот и мама. Как же так получилось-то? Мама, мамочка. Я уж не знаю, как это ты меня в магазине потеряла? Я же тебя звала. Потом оглянулась, смотрю, и нету никого рядышком. Я смотрю, ты эту маску сняла, да? Да, мама, купи мне еще какое-нибудь красивое платьишко. Мне эта черная тряпочка уже надоела. Я не хочу быть Малефисентой. Я хочу быть круче нее. Я сама. Даша, это невероятно. Как вы это сделали? Я полгода не могла добиться, чтобы она сняла уже этот дурацкий костюм. А тут, смотрите, моя. Моя девочка собственной персоной. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Да не надо. Все нормально. Я очень рада, что у вас все хорошо. Тогда на выходной я приду к вам с гостинцами. Чай попьем и тортик испеку. Ух ты, круто. Значит, ты еще придешь к нам в гости. Супер. Подружились уже, малышня. Ну что ж, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелл ГТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Ага. И не придумывайте себе супергероев. Будьте супергероями сами. Кать, Кать, а привет сегодня будем передавать? Давай передадим. Кать, а я что-то пропустил? Почему ты в очках-то? Макс, это долгая история. Давай попозже расскажу. И приветики. Приветик Стелли. Приветик Лиза, Старфокс. Приветик Вару и Пик. Приветик Кира. Приветик Каала. Приветик Луизы и Кисси. Приветик Бумажная Зайка. Приветик Злата и ее семья. Приветик для Евы и Пиявки. Приветик Марта. Приветик Поля. Приветик Арина. Приветик Наргиз. Приветик Вика. Приветик Махфуза. Приветик Марик. Приветик Утя, Иринка, Юлька, Морясик. Приветик Айсана. Приветик Дурдона. Приветик Александре. Макс, я тут нашла немножко воздушных шариков. Надуй, может, поиграете? Ого, ничего себе сколько! Мам, а может ты надуешь, и нам уже надутых дашь поиграть, а? А то я боюсь, я лопну, пока их надуваю. Тихенький какой, ничего не лопнешь. Давай, дыхательную систему нужно развивать. И кстати, что это тут на полу такое? Это ты раскидал? Эээ, это? Это? Здесь ничего нет, мам. Как это нет, Макс? Я что, слепая, что ли? Я же вижу какие-то шарики. Где ты их взял? Ну, вентилятор, давай, помогай. Все, мам, больше ничего нет. Макс, ну можно было бы пропылесосить или подмести. Теперь все шарики забились под кровать и под диван. Отлично. Все, забирай шарики. Мне с Дианкой нужно в магазин сходить. Я не понял. А что он вздывает? Я только что его надувал, он был большой. Ой, большой. А сейчас маленький-маленький. Дырявый, что ли? Эх, зря только напрягался. Ой, Макс, точно. Сдувается, сдувается. Давай еще шариков. Да что такое-то? Дуешь, дуешь. А они? Этот плохой. Этот тоже. Этот тоже дырявый. А этот вообще без резинки. Ну, мама. Чего такое, Макс? Да все эти шарики, они бракованные. Где дырявый, где без резинки. Ну, которые надувать нам вначале. Это мы, наверное, на день рождения тогда Дианке надували. А эти отбраковали, потому что дырявые. А мама их нашла. Хе-хе. О, ничего себе. Смотри, какая кукла. Вау, мама. Это же Барби. О, какая она маленькая. Какая интересная. Это бейсболистка. Мам, купи, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Дианочка, ну ты уже взрослая. Барби это оригинально. Очень дорогая, три тысячи стоит. Это на какой-нибудь праздник. На дне рождения или Новый год. Ну, заказывай. Мама, вообще-то на Новый год я у Деда Мороза айфон 125 попросила. А не Барби. И Барби хочу. А день рождения у меня еще через долго. А я сейчас хочу. Мама, купи Барби. Что, что ты у Деда Мороза попросила? Какой-какой айфон? Дианочка, ну ты что, забыла? Что сложную вычислительную технику электронную Деда Мороза не дарят. Вот куклу и попроси. Вообще-то, мама, Деда Мороза все дарит. У меня однокласснику на Новый год как раз айфон подарил. Этот, старый, который 14-й. А я новый хочу. Дед Мороз за волшебником не обязательно купит. Мам, а ты купи мне Барби, а? Да. Дианочка, ну не могу. Я куплю тебе сейчас куклу, а в корзинку мы больше ничего не положим. У меня всего 3 тысячи с собой. Ой, это как раз на куклу. А я кушать не хочу. Мам, я и сегодня не буду кушать, и завтра не буду кушать. Это не кукла. Дианочка, а Макс, а Катя, а Даник. Все будем сидеть голодные, пока ты играешь с новой Барби. Ну все, пойдем, ты же уже не маленькая, чтобы попрошайничать в магазине. Пока, Барби. Надеюсь, тебя никто не купит до моего дня рождения. Может, ее куда-нибудь спрятать, а? Чтобы ее больше никто не увидел. Только сегодня и только сейчас найди картоху в бассейне с шариками и получи главный приз. Барби-футболист. Вам нужно всего-навсего найти вот этого картоху вон в том бассейне. И кукла Барби может стать вашей. Ой, мам, смотри, еще Барби. Дяденька, а сколько стоит поиграть? Здравствуй, девочка. Всего 50 рублей одна попытка. О, ну 50 это не 3 тысячи. Мама, я могу выиграть Барби. Мама, дай полтинник. Дианочка, ну откуда ты знаешь это слово? Не полтинник, а 50 рублей. На, сыграй. Только я уверена, что это ловушка какая-то. И Барби эту не выиграть никогда. Ну кто тебе даст возможность за 50 рублей выиграть куклу в 3 тысячи, а? На, поиграй и успокойся. У нас все по-честному, дамочка. Зря вы так. Давай, девочка, полтинник. Ну вот, мам, я же говорю полтинник. Мам, давай я дяденьке передам. Держите, дяденька. Хорошо, смотри внимательно. Игра началась. Можешь искать картоху. У тебя на это есть 10 секунд. Время пошло. В смысле 10 секунд? Вы про время ничего не говорили. 10 секунд это очень мало. 9, 8. Ай, 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 Барби. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Так где же это картоха-то? 1. Все, вылезай. Эй, можно еще немножко? К сожалению, нет. Еще немножко за новые 50 рублей. Пойдем, Дианочка. Я же говорила, никогда эту куклу не выиграть. Это специально. Приманочка. Чтобы платили 50 рублей этому дяденьке. Ах, ты ж не хороший дяденька. Прощай, моя куколка. Макс, Макс, может попробуешь еще вот этот? Может он не дырявый? Даник, но ты только что видел. Я все щеки себе раздул уже. Они все бракованные. Как это бракованные? О, мама уже пришла. Мам, да я тут вспомнил. Дианке на день рождения мы надували шары, а половина из них была дырявая. Ну, ты попросила меня выкинуть, а я забыл. Вот это они, которые ты нашла. А, ничего себе. Ну ладно, собирайте в кучку и в мусорку. Эта, поиграйте с Дианкой, а то она немножко расстроенная. А чего? Выпрашивала в магазине что-то, а ты и не купила. Да, Макс, там Барби новой привезли. По три тысячи, с ума сойти. А там еще на улице розыгрыш какой-то. Такой же куклы, как в магазине. За 50 рублей нужно картоху какую-то найти в бассейне с шариками. Ой, и там не удалось. Ну, в общем, очень расстроилась она. Дианка, расскажи, расскажи, какой там в смысле картоха? Как сюрприз-то найти? Почему не смогла? Макс, там дядька этот. Он не сказал, что всего 10 секунд дают на это. Ну вот, я решила сыграть. Как только денежку ему дала, он сказал, у тебя есть 10 секунд. А я за 10 секунд только успела два раза в бассейне нырнуть, найти этого картоху. И не нашла. А он куклу Барби разыгрывает. Такую здоровскую. Да везде эти шарики. Такие же, что ли, там бассейны? Да, такие же маленькие, пенопластовые. Как у тебя в этом сквиши было, на который ты лопнул. И теперь эти шарики по всему дому. Слушай, Дианка, мне кажется, я придумал, как можно выиграть и быстренько найти картоху в этом бассейне. Макс, да ничего не получится. Это дядька все продумал. А вот, мне кажется, и не все. У тебя есть 50 рублей, а? Пойдем, я попробую. 50 рублей сейчас посмотрю. Не, Макс, пусто. Да ладно, зря это все. Кать, Кать, дай полтинник. Мне надо, это, Дианке Барби выиграть срочно. В смысле? Куда выиграть? Какую Барби? Какой полтинник? У себя и возьми. Ну, Кать, я же не для себя, я для сестры. У меня нету, я бы истратил свои. Ладно. Может, ничего не рассказывать, я с вами пойду. О, а может, тогда 100 возьмешь? Ну, чтоб наверняка выиграть. Нет, Макс, извини, только 50. Ладно, постараюсь с первого раза сделать. Я сегодня, считай, целый день тренировался. Столько шариков перенадувал. Правда, все зря. Ничего, Дианка, не расстраивайся. Сейчас мы эту Барби выиграем на раз-два. Дяденька, дяденька, это ваша игра? Его, его, обманщик. А чего это я обманщик? У нас все по-честному. Найдешь картоху, получишь главный приз. Куклу Барби. Ага, а про 10 секунд что опять не сказали? Ну, потому что такие правила про 10 секунд я говорю только во время начала игры. Ну что, мальчик, играть будешь? Да, это сложновато, особенно за 10 секунд. Макс, может, не будешь тратить 50 рублей? Пойдем лучше конфет купим. Кать, а как же Барби? Кать, я все-таки думаю рискнуть. Тем более у меня метод есть один. Я им быстренько эту картоху найду. На счет быстренько. Время пошло. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Я картоху нашел. Давайте свою Барби. Вот, держите, давайте меняться. Ух ты, Макс, здорово. А я почему-то и не подумала. Шарики же легкие. И если туда сильно-сильно донуть, то они разлетаются. И картоха сразу нашелся. Молодец, Макс. Вот хитрец-то. Посмотрите на него. Картоху он нашел. Барби, я ему за 3 тысячи еще отдавать буду. Ага, за 50 рублей. Я только сотню на этом аттракционе заработал. Вот картоху сей забирайте. А ну стоять. Дяденька, и куда это вы? Приз забыли нам отдать. Барби, быстро сюда. А то я сейчас полицию вызову. Эээ, откуда ты здесь, незнакомая мне девочка? Отойди, дай дяденьке пройти. Ах так, побежал. Катя, вызывай полицию. А я его сейчас задержу. А ну стой. Я сейчас тебе картоху кину. Ой, да ладно, ладно, забирайте. О, Барби, моя Барби. Спасибо вам большое. Спасибо, Катя. Спасибо, Макс. О, дядька, хотела обмануть нас. А мы выиграли. Выиграли. А что убежала-то? И картоху не надо. Ладно, себе возьму, поиграю. Мама, мама, смотри. Мы выиграли куклу Барби. Ого, ничего себе. Давайте рассказывайте, как вы это сделали. Ну, Дианка, довольна теперь, да? Ага, Барби, моя Барби. А мне еще и картоха достался. Хе-хе. Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринолк ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Картоха, скажи пока-пока. Приветик Карине, Свете и Саше. Приветик Асе. Приветик Насте. Приветик Анна. Приветик Тима. Приветик Жемчужинка. Приветик Дидика. Приветик Вале и Микусе. Приветик Тане. Приветик Оксана. Приветик Тане. Приветик Соне. Приветик Карина. Приветик Айла. Приветик Даша. Приветик Софа. Приветик Оля. Приветик Хомяк. Приветик Ангелина. Субтитры сделал DimaTorzok